Приветствую вас всех, мальчишки и девчонки, на нашем канале. Сегодня у нас обзор набора LEGO Prince, новинка 2016 года, новая подсерия «Спортивный лагерь». Данный набор называется «Сплав в парике», «Спортивный лагерь. Сплав в парике» и предоставлен нам для обзора сетью сертифицированных магазинов lego.mir.cubic.ru Давайте начнем наш обзор. Я его уже собрал, набор, знаю уже, насколько он крут, получил массу удовольствий. Я сейчас попробую поделиться своими положительными эмоциями относительно этого очень здорового набора. Коробка оформлена стандартно в стиле LEGO Friends, фиолетовая, изогнутая, с яркими красочными изображениями, с названием мини-фигурок. И показана содержимое набора, вот эта вся сцена, где видно, что наши девочки не только ходят по супермаркетам и едят плюшки в кафешках, но и ведут активный образ жизни. Они к лету, видимо, хотят себе привести форму, хотя у них тут уже лето. И показано, как Андре сплавляется вниз по реке, по горной реке, прям рафтинг какой-то. Ну и все это Оливия фоткает издалека. На обратной стороне коробки изображены функции набора и небольшая история набора. Показано, что наши девушки приехали заняться рафтингом, сплавляться по реке вниз. Даже какой-то приз заняли. Есть стена для скалолазания. Плюс мы вечером уже на закате, после долгого тяжелого дня, можно посидеть, пожарить зефирки. Ну, собственно, провести ночь в палатке и на завтра, на следующий день с новыми силами, либо опять по реке, либо уже дальше путешествовать по следующим наборам. А там еще два очень здоровских набора в данной серии. Стрельба из лука и еще один большой классный спортивный лагерь. И также показано, что Мишка здесь ловит рыбу. Здесь в уголочке уже, правда, открыто некоторые аксессуары набора. Причем очень-очень здоровские. В первый раз я их вижу. И сейчас мы с вами их тоже посмотрим. Ну, естественно, для тех, кто впервые знакомится с этой данной серией, все имена наших пятерых подружек. Основные пять подружек, которые уже несколько лет с нами радуют нас своими приключениями. Инструкция набора. На ней подробно останавливаться смысла нет. Ну, единственное, что вот только в самый конец перелистаем. Покажу вам все наборы данной серии. И сразу за спойлеры, вот этот вот самый большой набор я себе купил. Да, именно себе. И вот осознанно взял этот набор себе. Возможно, так поставили, возможно, детали получил. И вот маленький набор. Впервые, впервые тоже очень хочу сделать обзор этого набора, пока нет его. Впервые в LEGO Friends появились стреляющие арбалеты. Стреляющие оружие. Вот такие вот три набора. Вместе они образуют вот такой небольшой загородный лагерь. Вот он, набор в собранном виде. Сплав по реке. В наборе две мини-фигурки. Оливия и Андреа. А также фигурка Мишки. Давайте сначала начнем с мини-фигурок. Посмотрим их. А потом уже я вам расскажу, что здесь можно делать и чем набор крут. Итак, Андреа. Классная маечка. Сзади она одноцветная. Спереди вот такая вот в галочку, не знаю, в полосочку. В шортиках бежевых туфельки. Вот такая вот замечательная девочка. И вторая девочка. Это Оливия. Оливия предлагается сразу и дать очки для плавания. Маска. Одеть. Ну, она, естественно, снимается. Такой аксессуар. А также одеть и сразу спасательный жилет. Потому что дизайнеры набора предположили, что как только она приедет за город, сразу пойдет плавать. Если убрать спасательный жилет, получается вот такая вот рубашечка без рукавов. Очень здорово сделана юбочка. И тапочки. Кстати, спасательный жилет отдельного внимания стоит. Я не видел до этого раньше такой детальки в Лего Фрэнс. Очень здорово сделан. Но, к сожалению, на ситик он не налезает, поскольку здесь отверстие для головы слишком маленькое. А вот на Лего Фрэнс он налезает великолепно. А в наборе три спасательных жилета. Две девочки. На всякий случай три жилета. Один, видимо, запасной. Один, ну и по одному для каждого участника данной экспедиции. И мишку. Давайте сразу глянем, чтобы уже потом не отвлекаться. Очень здоровский мишка. Коричневый. Классный. Такой вот божий мишка. Мишка сидит на своем камушке и ловит рыбу. Никому себе не мешает. Сидит и ловит рыбу. Так, наши девочки приехали на природу отдохнуть от городской суеты, поправить здоровье, подышать свежим воздухом, позаниматься физическими упражнениями, поесть, попить. Просто провести время с пользой для организма. Что им предлагается? В данном наборе им предлагается покататься на лодочке. Но не просто покататься на лодке по тихому озеру. Нет, им предлагается сплавиться по горной реке. Заняться рафтингом. Для этого мы сажаем Оливию на весла. Единственный минус данной фигурки. Сами формы фигурок мне нравятся. Плохо, что у них ручки не поворачиваются. Поэтому приходится всячески изощряться, чтобы им, например, дать руль в руки или весла. В данном случае сделано это вот такими вот детальками. Так, не хватает ей каски. Давайте ей оденем каску, поскольку рафтинг это все-таки достаточно опасная вещь. И можно повредить себе. Вот такая вот лодка яркого цвета. Она должна быть яркой, поскольку это все-таки не... Ночная шпионская вылазка. Именно рафтинг на реке должно быть заметно участников данных соревнований. Поэтому это все нормально. То есть не то, что это лодка такая фрэнсовская, потому что нет, она действительно должна быть яркой. И вот она должна преодолевать препятствия, проплыть под этим мостиком. При этом должно вернуться от падающего дерева. Но если дерево все-таки упало, у нее есть каска. И поэтому последствия будут не столь плаченок, если бы она была без нее. Ведь так она проплыла мимо падающего дерева, должна обогнуть медведя, причем не спугнуть его, а то если он испугается, он может на нее прыгнуть и цапнуть за руку, например. Например, мишка ловит свою рыбу, очень сосредоточился, и поэтому любое лишнее внешнее вмешательство может ввести его в состояние панической атаки. Огибает вот этот флажок и причаливает куда-то. Тем временем Андрея может либо фотографировать ее, в наборе есть фотоаппарат, может стоять прямо сверху и делать снимки на память, как деревья попадают на оливье. Либо может также заняться спортом. Для этого в наборе присутствует вот эта вот небольшая стена для скалолазания, действительно небольшая, вот по этим вот всяким уступчикам она может попытаться залезть наверх, ну и сверху озирать все окрестности. Может крикнуть как тарзан. Андрея залезла на самый верх, Оливия уже приплыла, уже слезла и даже переодела, обратно одела свои волосы и зашла на подиум. Вот очки показаны, не знаю, кто их именно выставлял, но судя по всему, кубок достается именно ей, она является победителем. Время близится к вечеру, весь день был очень насыщенный. Мы видим, в наборе есть указатель. Налево пойдешь, стрелу получишь, направо пойдешь, дом найдешь. На самом деле это отсылка к двум наборам, как раз к стрельбе из лука и набору дом на дереве. Вот такой вот небольшой указатель. Ну а вечером наши девушки могут спокойненько посидеть у костра, потравить всякие страшные истории и поесть зефирки. Зефирки достаточно популярные есть за пределами нашей страны. У нас не очень популярно, а вот в Штатах самое то. Посидеть, поесть зефирки и что-нибудь пообсуждать. Ну и когда совсем стемнеет, пора будет ложиться спать, наши девочки могут провести ночь, спрятавшись в палатку. Хотя тут медведи рядом, весьма это опасно. Палатка очень здорово сделана. Это одна деталь, пластиковая. Тут фонарь есть в палатке. И можно ее открыть. И тут есть два места, как раз можно поспать. То есть положить наших девушек. Ладно, не буду я пока снимать с Оливии. Это спасательный жилет. Пускай спится спасательным жилетом, мало ли потом. И оставить в палатке. Сбоку видны окошки. Видно все, что там происходит. Палатка тоже таких ярких цветов, чтобы, мало ли что, чтобы было видно издалека. Вот такой вот замечательный набор. Это история набора. Сейчас я немножко расскажу вам по деталям, почему он мне понравился. Не просто вот как сам по себе набор, но почему он мне понравился по деталям. Если убрать историю набора, если там абстрагироваться, что это набор LEGO Friends, в наборе очень много классных деталек, хорошей формы, и отличного цвета. И начну я, пожалуй, вот с этих вот деталей. В наборе одна основная, одна экстра. Это компас. В наборе два таких компаса. До этого я не видел ни разу компасов. На таких принтах на золотом круглом тайлике напечатан компас. Очень-очень круто. Также в наборе, ну, не говоря о том, что кундердоровские аксессуары, всякие вот такие вот вещи. Вот запасная такая одна деталь есть. Недавно она появилась, по-моему, только в этом году. Прозрачная с отверстием. Из нее сделан костер в том числе. В наборе много деталек, которые пригодятся вам в ваших самоделках. Во-первых, зеленые детали. Во-вторых, вот эти ветки деревьев. Здесь их раз, два, три, четыре, пять, шесть больших веток деревьев и две маленьких, плюс просто коричневых деталей. Много бежевые детальки. Еще мне очень понравилась вот эта вот деталь. Вот этот тайлик, это просто the best. Такой вот круглый тайлик, как будто с рук дерева. Выглядит великолепно. Если делать, например, избушку, да, раньше, я помню, делали вот такими штучками или вот из таких вот деталек. Помню, делали избы. Вот так боком их ставили. То есть вот такими детальками их заделать, то выглядит это будет просто потрясно. Здорово, что появилась вот такая деталь. В наборе их три, две основных по набору и одна экстра деталька. Вот если будет возможность, я куплю, наверное, очень много таких деталей где-нибудь. Они реально здоровские. Так что по фигуркам тоже очень хороший набор. Если говорить на том, что насколько он, скажем, для девочек, девочкам, естественно, он понравится. Хорошая история, отличные фигурки, замечательный мишка. Если посмотреть, что чисто вот таких цветов для девочек здесь немного. Здесь вот скамеечка небольшая в таких цветах, здесь вот пара цветов встречается, ну и лодка, пожалуй, что яркая. Все остальные цвета – это обычные цвета для обычных самоделок. Чем я люблю серию LEGO Friends? Тем, что это, ну, серия наиболее близка к концепции компании LEGO. Здесь очень много всего. Здесь отражает реальную жизнь, различные сферы жизни. Не просто там какая-то лицензия или еще что-то такое, что за вас уже все придумали. Нет, здесь вы сами придумываете сюжет, сами творите все, что будет происходить. И огромная возможность для различных построек. Можно построить много домиков, машинки, всякие рельефы, ландшафты. В общем, все, что угодно можно строить. И поэтому, на мой взгляд, эта серия очень такая универсальная. Завы и универсальная. Нет, есть, конечно, иногда такие наборы, где очень яркие цвета, которые сложно применить в обычных самоделках. Но вот данные наборы, наборы серии спортивного лагеря, вот этот вот и огромный набор, который у меня уже есть, дом на дереве, они просто великолепны. Просто великолепны. И мне они очень нравятся. И вам я тоже рекомендую к ним присмотреться. Завершая наш обзор, я надеюсь, что я все-таки заранил какое-то зерно сомнения мальчикам, которые просто не переносят LEGO Friends. Я надеюсь, что мой обзор понравился девочкам. Я старался. Он действительно большой игровой потенциал у него. Очень красивый, сочный, яркий набор. Хочу еще раз поблагодарить сеть сертифицированных магазинов LEGO Mirkubikov.ru за то, что у меня появилась возможность сделать обзор этого просто шикарного набора. В данной сети всегда очень много интересных наборов, большой ассортимент, новинки и много того, чего в других магазинах просто не найти. А я очень рад, что данный магазин есть в нашем городе, в Петербурге, но также в других городах России. Я туда часто захожу, или что-нибудь купить, или просто поглазеть на новинки, которые вот только вышли, вот подержать в руках коробочки и уже определиться своими планами на дальнейшие покупки. На этом я с вами буду прощаться. Ставьте пальчики вверх. Ссылку на этот набор вы найдете в описании ролика. Перейдите, посмотрите. Там еще много всяких интересных наборов. До скорой встречи. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok